То ли сказка, то ли быль, никто с точностью сказать не может. Но, как написано в старинном еврейском свитке, давным-давно, когда на земле еще не было ни твоих десяти прадедушек, ни твоих двадцати прабабушек, в древней Персии правил царь Ахашвирош. Он-то и замесил тесто, из которого и поныне пекут вкусные аманташи на веселый праздник Пурим. Он же и стал первым виновником фестиваля еврейской молодежи Пурим-Шпиль в Витебске. Это самый веселый праздник, который есть у евреев, и это самый веселый праздник, наверное, который есть сейчас у меня в жизни. Именно сейчас это время, и мне очень хотелось приехать сюда, увидеть всех-всех-всех людей, потому что они съезжают сюда со всех сторон нашей большой страны, и даже не только нашей. Сдумалась однажды Ахашвирошу собрать вечеринку, и позвал он жену свою в Ашке. Но та покоев своих покинуть не захотела и не вышла к мужу. Он разозлился и выгнал неблагодарную. Таким образом, на сцене появилась красавица Эстер, новая избранница Ахашвироша, еврейка. Вот уже 8 лет она предстает в разных обличиях на фестивале и миссии все та же – спасать еврейский народ. Скажи, не хочешь стать царицей? Как я могу решать любую свою? Ее тебе и отдаю. Пленила скромностью своей красотой. Да будет так. И будешь ты моей женой. Правила фестиваля из года в год не меняются. Команда представляет свою версию истории Эстер. В этом году их было 23. Соответственно, 23 Эстер, 23 Ахашвироши, почти столько же Ваш, Тиаманов, Мардахаев и других персонажей, которых внести фантазия евреям. Мой царь, народу я принадлежу евреям. Твоему казну подлежим и истреблению. Как? Я не давал приказ такой. Да он не твоей подписан был рукой. Идея эта была Амана. И он был автором колоковарнейшего плана. Продолжение следует. Лучшим спектаклем об истории Эстер и Ахашвироши в этом году, как и в прошлом, жюри назвало творение киевской команды. Оригинальный сюжет, профессиональная игра и режиссура позволили Киеву взять снова гран-при. Эта энергия, которая вытекает, струится. Это сумасшедшее чувство. Так вот, возвращаясь из тусовочных пуримских закулис, спешим закончить эстеровскую историю. Мудрая еврейка заступилась за свой народ. Аман был повешен, с тех пор и празднуется Пурим, День спасения. А ровно 8 лет назад появился Витебский фестиваль еврейской молодежи, который стал международным и собирает ежегодно сотни талантливых людей из разных уголков земли. Общение, заряд энергии и... Такие кайфы, которые испытываешь здесь, их нигде больше не испытаешь, поэтому для этого вынуждены приехать сюда. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.